Я думаю, что если бы Ван Хэнсинг существовал, он выглядел бы вот так. Ну, а на самом деле так выглядит современный кожный делмастер. За нечистью не гоняется, хотя вполне мог бы. Ролевик, фехтовальщик, сталкер и стимпанк в отсутствие монстров направил свои умения и увлечения на изделия из кожи. Из кожи можно сделать, наверное, все что угодно. Вопрос в том, как правильно применить материал. Я единственное, чем я не занимаюсь, скорее легче, так сказать, я не занимаюсь одеждой пока еще и не занимаюсь обувью, хотя у меня в планах все это научится. А пока что ремни, сумки, аксессуары, кошельки, браслеты. Из-под рук мастера выходит все, что чуть раньше попало в его, нужно признать, гениальную голову. Обычно я никогда ничего не черчу, хотя высшее образование не удало этот процесс понимать, что такое трехмерная модель. Так и наброски только для клиента в основном. Сам я уже знаю, что я делаю, и поэтому никаких дополнительных вещей не отчерчиваю, не отрисовываю. И оставляю обязательно такой момент, когда в процессе работы не до конца видишь финальную картину. Очень всегда интересно, само по всему ничего только получится. Вот видим шляпку вот эту интересную, да? Как шляпку сделать, я не знаю, понятия не имею вообще. Ну, для начала балванку сам круглую сделать. Ну, давай попробуем сделать балванку. Пришлось посидеть, подумать, подмерить, ага, здесь обрезать, здесь снять. Так, один размер, другой размер, ну, подгоняешь. И уже так обрезок накидал, уже все, мысль есть. Сейчас ты будешь меня учить, что-то делать. Да, мы сделаем с тобой простенький кошелек, прям такой несложный, для купюры и для карточек, пару штук. Берем здоровенный наш кусок кожи, с которым будем работать. В первую очередь мы, естественно, обводим лекало. Ты сейчас будешь обводить лекало, прижимаю его к куску кожи. Обводится серебряной ручкой. Почему серебряной? Именно гелевой. Потому что... А в вампиров? Нет, нет в вампиров. Потому что гелевая серебряная ручка очень быстро удаляется с кожи. Теперь, я тебе отрежу этот кусок. Ага. Вот. Сейчас потом расскажу, что еще сделать. Прогоняем заготовку с паром. Теперь берешь линейку. Прижимаешь очень аккуратно, резаком. Стараешься ни себе пальцы не порезать. Вообще, я должен сказать, что занятие очень страшное, когда у тебя в руках просто невероятно острое лезвие, и тебе нужно так все четко отрезать. Так, теперь берем пробойник. Вот. И делаем прямые резы, то есть вот эти вот боковые, чтобы он хорошо работал. Берется наждачная бумага, такого крупного помола, что называется. И такими движениями вниз и от себя снимается вот этот вот, снимается фаска. Даже если немножко повредил край вот такой вот, это не страшно. Процесс настолько умиротворяющий, что забываешь буквально обо всем и готов часами напролет мастерить. Тут даже, чтобы пообедать, нереально оторваться, не говоря уже о каких-то там вредных привычках. Года три назад я бросил курить полностью, то есть, ну, прям совсем. Был у меня тоже там прецедент, потому что так надоело это все. Потому что организм расслабляется, рассыхается, как говорится, начинаешь это просто брюкнуть, банально. Вот. Потом где-то года полтора назад я совсем завязался с алкоголем, но я, в принципе, так до этого не особо баловался. Ну, было дело. Дальше. Будем ставить кнопки. Установка получается не как у машинного аппарата, но очень крепкая. Все. Разберем. Вот буквально каких-то полчаса. Минут сорок, наверное. Полчаса, минут сорок, и у нас готов отличный, стильный, дизайнерский, как можно сейчас говорить, кошелек. One, two, three, four, five! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok